Доброе утро, уважаемые коллеги! Все, кто проснулся, будут слушать интереснейшие доклады. Для меня это новая немножко тема, я, так сказать, с колес практически стал к этому готовиться, потому что исходно подразумевалось, что мой босс, Лев Вадимович Демидов, будет этим заниматься. Но он поручил это сделать мне, и я сейчас постараюсь несколько проблем организации медицинской помощи, которые мы с ним обсуждали, скажем так, на короткие вот эти все вопросы, которые следовало бы проговорить, постараюсь их озвучить, и, может быть, какое-то решение этих проблем придет к нам в ходе дискуссии. Ну, несколько слов по поводу эпидемиологии, и здесь вот так две половинки слайда, которые делят, значит, одно из стран западного мира, да, значит, тут немножко, наверное, плоховато видно, а можно как-то свет пригасить, может быть, так будет полегче? Есть шанс? Вот тот, который на экран светит. Одно из стран западного мира, это вот Соединенные Штаты, и то, что публикуется нашими учеными из Института Герцена, я имею в виду данные, значит, по заболеваемости и смертности злокачественных новообразований. Значит, я хочу здесь обратить внимание на две вещи. На то, что, в общем-то, данные, которые мы имеем сегодня по заболеваемости и смертности, кажутся очень небольшими в сравнении с данными, которые есть в Соединенных Штатах. Я имею в виду, в первую очередь, заболеваемость. И стандартизованные, грубые показатели. Стандартизованные выглядят вообще замечательно по заболеваемости, да, низенькие, грубые, так сказать, чуть побольше, но все равно значительно меньше, чем, значит, в Соединенных Штатах. А вот то, что касается показателей смертности, они, к сожалению, не так сильно отличаются в низкую сторону. И это дает повод нам задуматься, что все-таки, наверное, наши пациенты могут жить несколько хуже в сравнении с теми, кто, значит, заболевает в Соединенных Штатах. И тут надо разобраться, есть ли это какие-то предпосылки с точки зрения организации. Вот мы, значит, разделили проблемы, да, значит, связанные с высокой смертностью, по нашему мнению, значит, на несколько таких вот разделов. И большую часть в количественном таком отношении мы отнесли к ранней диагностике. Это проблема ранней диагностики, которая приводит к тому, что болезнь выявляется не очень-то вовремя. И приходится прикладывать массу усилий, которых часто может и не хватать, это уже раздел адекватного лечения, да, для того, чтобы эту нераннюю болезнь вылечить. Так вот, то, что касается неранней диагностики, тут я бы хотел обратить внимание на не очень-то высокую обращаемость населения с ранними формами болезни. Что это означает? Сейчас мы пройдем немножко дальше по стадиям. Но это означает, что информированность населения о том, что такое ранняя форма меланомы, как она выглядит и почему надо прийти к врачу, она, в общем-то, отсутствует. И отсутствие первичной профилактики или, скажем так, недостаточная осведомленность, опять же, населения первичной профилактики о том, что солнечные ожоги получать это не очень-то хорошо и что есть средства защиты от этого, это тоже такой элемент присутствует. А дальше начинается уже цепочка событий, связанных с недостаточной квалификацией первичного контакта, врачей первичного контакта, которые, встречая даже пациента с ранней формой болезни, могут и не заподозрить совсем, что это то, что требует верификации или лечения. И, конечно же, напряжение уже и на уровне онкологов и специалистов, скажем так, в области онкодерматологии, онкологии, которые часто могут быть перегружены, и к ним, может быть, какие-то уже проблемы, связанные с попаданием, с проникновением, скажем так, к специалисту, тоже возникают. Ну, а вот то, что касается ранней диагностики. Естественно, это ключевой момент для опухоли кожи, для опухолевизуальной локализации. Действительно, если вы посмотрите на страны, где население осведомлено, как выглядит ранняя форма меланомы, то вы видите, что заболевает много людей, а умирают мало или почти никто не умирает, во всяком случае, не больше, чем в России. Вот те данные, которые мы делали по нашему центру, которые были несколько лет назад приведены. Вот такой четырехлетний интервал тех пациентов, которые обращаются к нам с меланомой. Это годичный средств в 2009 году и в 2013 году. Но нет перемен, и это означает, что, в общем-то, те усилия, которые прилагались в прошлом для того, чтобы наладить ситуацию ранней диагностики, они были не особенно эффективны хотя бы для тех пациентов, которые обращались в институт Блохина. У меня нет, к сожалению, сведений более широкого спектра по России, потому что они с трудом собираются, и об этом тоже мы отдельно скажем. Еще один слайд, который тоже демонстрирует, что, в общем-то, у нас, несмотря на то, что официальная статистика говорит, что это незапущенная форма болезни, первая и вторая стадии считаются ранними, незапущенными. Для меланомы это совсем не так. И вторая стадия для меланомы на самом деле должна считаться запущенной, по большому счету. А в таком случае вторая Б и вторая С. И когда мы объединяем первую плюс вторую и говорим, что у нас все хорошо, так же, как в других странах, это не очень честная история, потому что пациенты со второй стадией имеют худшие результаты, чем с первой, причем значительно худшие. Ну вот, значит, небольшой срез, который… Да, пару слов, значит, несколько, уже, наверное, около двух лет, значит, мы усилиями нескольких центров собираем информацию по регионам, и вот такой клинико-эпидемиологический мониторинг ведем. И вот один из средств данных, который показывает распределение по стадиям, вот недавно были наши коллеги предоставили, значит, операторы этого регистра. Вот посмотрите, что мы имеем, значит, на момент диагностики по данным, значит, нашего вот этого клиника-эпидемиологического мониторинга. Действительно, вторая стадия от 1006 больных туда внесено, тех, кто случайным образом, по сути дела, вносились из разных регионов. Значит, действительно, на момент диагноза вторая стадия преобладает. Но, если вы посмотрите более подробное деление, то мы в целом для первой стадии больше, чем в половине случаев не можем сказать даже какая это первая или вторая, потому что некоторые важные параметры, такие как изъязвление, во многих регионах не указываются. Если вы посмотрите на вторую стадию, значит, то вторая А – это подавляющее меньшинство. Б и С – это значительная, значит, часть тех больных, которые приходят уже со второй стадии меланомы. Но, к сожалению, опять же, для значительного части пациентов невозможно понять, какая это А, Б или С стадия, из-за того, что некоторые параметры неизвестны. И очень интересная тема по третьей стадии, потому что я хотел обратить внимание на то, что третьей А стадии почти нет, и это связано как раз с тем, что определенные стандарты диагностики, такие как биопсия старшего узла, об этом будет сегодня отдельное сообщение, они, в общем-то, не слишком применяются широко. А выживаемость, конечно, для больных в первой и второй стадии, она разительно отличается. И вторая, в общем-то, она приближается к третьей по своим характеристикам. Идем дальше. Как изменить ситуацию с ранней диагностикой? И это вот очень большой вопрос, который касается именно организации здравоохранения. Казалось бы, вот эти программы диспансеризации, которые широко, скажем так, пропагандируются, что они все исправят, насколько по-настоящему мы можем иметь пользу от того, что обучим врачей первичного контакта, или будет правильнее запускать скорее общественную кампанию для того, чтобы население само распознавало те самые симптомы, которыми вы хотите научить терапевтов или врачей первичного контакта. По сути дела, объем знаний, которые врачи получают в институтах относительно ранней диагностики меланомы, которые не видят этой меланомы на регулярной основе, он, в общем-то, сопоставим с теми знаниями, которые имеет обычный человек, но который имеет больше интерес осмотреть себя целиком и распознать те симптомы, которые приведут его уже к узкому специалисту. Но это два подхода, которые обсуждаются, и вот сейчас несколько сценариев. Вот, например, тот сценарий, который запускается, например, сценарий для того, чтобы обучали врачей. Врачи первичного контакта распознают симптомы, отправляют либо к дерматологу, либо к онкологу, и дальше выполняется уже верификация. Или есть сценарий, когда население минует эту ветку и обращается напрямую. И мы сейчас посмотрим, насколько это работает в некоторых странах. Вот, например, я хочу вернуться к программе, которая была в одной из регионов Германии, она называлась Screen. И она, по сути дела, подразумевала, что общественная компания направляет пациентов к врачам общей практики или к дерматологам для того, чтобы они сделали вот такой осмотр именно кожных покровов. Но обратите внимание на объем. То есть это был настоящий осмотр кожных покровов всех частей тела от пальца в ног до, собственно говоря, волосистой части головы. И оказалось, что вот такой проект Screen, представлены здесь результаты в правой части, он был успешен, по данным наших немецких коллег, а другой проект, который подразумевал меньшую вовлеченность населения и меньшую вовлеченность врачей, то есть это была более размытая история, он не привел никаким результатом, связанным с улучшением выживаемости или снижением смертности от меланома. И это по-разному интерпретируется. Кто-то говорит о том, что, в общем-то, если мы сконцентрируем усилия и осмотрим не менее 300 тысяч человек, мы непременно повлияем на смертность. Кто-то говорит, что тут важнее все-таки именно общественная компания, которая позволила населению про эту болезнь узнать и, в общем-то, обращаться к специалистам, подготовленным, по сути дела, по нужному поводу. И вот те вещи, которые касаются социальной рекламы, в радио, в газетах, в брошюрах, по телевидению, на плакатах, они привели к определенной роли. Вторая проблема, конечно, которая сегодня есть в организации нашей медицинской помощи в отношении меланомы, это ужасная забюрократизированность некоторых процессов. И я в качестве примера взял, мы были в некоторых регионах, и вот там есть приказы по маршрутизации, которые, в общем-то, определяют необходимый алгоритм действий для того, чтобы человек попал в процесс лечения, у онколога в процессе лечения. Вот посмотрите, я не специально не буду называть регион, но тот регион, про который я говорю, они про это знают прекрасно. Значит, при подозрении на меланому кожу, подозрение, я подчеркиваю, пациенту предполагается сделать гастроскопию, колоноскопию, ультразвук всяких частей тела, да, и получить направление в онкодиспансер уже еще с консультацией гинеколога. И в примечании вынесено, что биопсия при подозрении на меланомы кожи невозможна. Скажите, пожалуйста, ну вот, например, пациентка 22 года, с которой в итоге оказалась поверхность составляющейся меланомы кожи спины, тонкая, да, 1 мм, значит, неужели мы должны запустить этот процесс, запись на колоноскопию, на гастроскопию, и без гинеколога ни в коем случае не сделать ей, значит, эксизионную биопсию, без которой мы не поймем, меланома здесь есть или нет. Но мы подозреваем ее, конечно, потому что определенные сомнения относительно такого неуса, значит, да, пигментного образования, они должны возникать. Но имея даже драматоскопическую картину, вы сегодня можете это подозревать, и без морфологической верификации вы с трудом отличите диспластический неус от меланомы. Но человеку с диспластическим неусом выполнять гастроколоноскопию и держать его месяц или полтора в очереди онкодиспансер, мне кажется, это избыточная история, и это, конечно, то, что требует определенных упрощений. Силами клинических рекомендаций мы пытаемся каким-то образом на это повлиять, но, к сожалению, приказы по маршетизации меняются очень и очень небыстро. Проблема номер три – это отсутствие возможности выполнить адекватную хирургию. Значит, о чем идет речь? Я опять хочу вернуться к проблеме биопсии стражевого узла и к проблеме того, что сегодня, в общем-то, большая часть пациентов должна иметь возможность выявлять меланому на ранних стадиях. На стадиях, когда она отличается, должна дифференцироваться между атипическим неусом и, в общем-то, ранней меланомой. И сегодня, когда мы имеем раннюю диагностику, то мы не обязательно должны начинать с широкого иссечения. Мы можем начинать поэтапное лечение с подтверждения того, что вообще-то речь идет о меланоме. И в том случае, если мы подтверждаем ее, уже выполняется иссечение, если это требуется, да, если это действительно меланома, которая требует более широкого иссечения или понижение риска рецидива, и выполнение биопсии стражевого узла. И лимфодонектомия выполняется после биопсии стражевого узла не у всех пациентов, потому что сегодня мы имеем результаты MSLT2, и сегодня мы, в общем-то, можем обсуждать с пациентом то, что биопсия стражевого узла – диагностическая процедура для того, чтобы выбрать кандидатов на адъювантную терапию. И поменялись, конечно, подходы к адъювантному лечению. И сегодня мы понимаем их методическому лечению. Сегодня мы понимаем, что адъювантная терапия уже дает намного больший эффект, чем это было раньше в абсолютных цифрах в плане снижения риска. И сегодня адъювантная терапия, которая современными лекарствами – это действительно то, что может изменить судьбу пациентов с микрометастазами в лимфоузлах. Вот еще иллюстрации такие, что, в общем-то, должно было быть в прошлом и что, в общем-то, мы должны иметь сегодня. Сценарий один – эксизионная биопсия подозрительного образования, которая легко может оказаться атипическим неусом без всякой меланомы. И дальше, если вы получаете эту меланому, вы можете спокойно выполнить вторым этапом реэксизию рубца с одномоментным определением стражевого узла, если к этому есть показания. И если мы имеем показания, то мы можем это делать, а если не имеем, то можем закончить на этом лечение, и не потребуется никакой биопсии, никакой эдюантной терапии. Двигаемся дальше. Ну, тут просто написано, что в зависимости от толщины меланомы мы можем выбирать тактику, можем выбирать, требуется нам ли биопсия стражевого узла, потому что есть высокая частота, или не требуется такая история, потому что частота низкая. Проблемы с неравным доступом к эффективному лечению – это тоже проблемы, которые, в первую очередь, организационные, потому что сегодня, вроде бы как, внимание к проблеме лекарственной терапии в этом году и в следующем году, оно очень большое и пристальное, и большие средства государства тратят на то, чтобы довести необходимые объемы помощи до населения. Меланома – одна из тех болезней, которая очень раз ресурсоемкая, но и там, где эффект этих лекарств, этих ресурсов, он наиболее видим и значим. Сегодня, я должен сказать, что мы почти не отстаем по регистрации новых лекарственных препаратов для лечения метастатической меланомы. И вопрос заключается только в том, чтобы обеспечить доступ к этим лекарствам для большинства, если мы не можем, наверное, говорить про всех, потому что так или иначе это трудная задача говорить про всех, но для большинства пациентов, которые в этом нуждаются. И тут можно много говорить, но, к сожалению, у меня сегодня нет фактов для того, чтобы обсуждать доступ в разных регионах, что у меня не очень уже работает наш указатель, а надо двигаться дальше. Но я хочу сказать, что именно благодаря достижениям фармакотерапии сегодня мы говорим про колоссальное увеличение продолжительности жизни больных с метастатической метастатической меланомой. Поэтому доступ к лекарствам, конечно, это то, что даст эффект в отношении снижения смертности в ближайшее время. Ну и проблема номер пять, а может быть и номер один, это то, что, в общем-то, организованные команды специалистов в рамках региона или учреждения, как правило, не сформированы. Меланома остается брошенной такой болезнью, и куда бы вы ни приехали, вы редко найдете специальных людей, которые бы глубоко понимали в ранней диагностике или которые бы хорошо понимали в особенностях хирургии, которые бы хорошо понимали в особенностях лекарственного лечения, и в том числе и в патологии, которые бы могли тонко отличить меланому от атипического неуса, заняться дифференциальной диагностикой между пограничными состояниями. Это действительно история, которая требует формирования, которое, наверное, профессиональное сообщество по типу того, которого мы все с вами образуем, практически, Меланома-Про, должны пытаться сформировать в отдельных учреждениях. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Или мы вопросы оставим потом на дискуссии? Еще не проснулись люди для вопросов. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.